что такое лишний вес и есть ли он у вас на самом деле медицина относится к естественно научным областям знаний где четких рамок и границ не существует в принципе все мы знаем многочисленные примеры когда то что для одного человека является критическим состоянием для другого будет обыденной нормой с другой стороны если не создавать хоть какие-то стандарты рамки критерии в медицине воцарится полный хаос само понятие идеальный вес как и идеальная масса тела претерпела со временем большие изменения когда-то очень давно принц георг бранденбургский весивший свыше 200 килограммов с гордостью полагал что обладает поистине королевским весом да и у нас на руси никогда не было худосочных женщин национальной особенностью русских женщин является крупная грудная клетка и широкий таз гораздо крупнее и шире чем у миниатюрных японок или изнеженных француженок на руси крестьянские девицы на выданье надевали несколько юбок одну поверх другой чтобы казаться дороднее худых девок неохотно брали замуж считалось что работницы из них никудышные как-то случайно мне попались в интернете фотографии северокорейского лидера ким чен и на которые не могут не вызвать улыбку причина ее вполне очевидно свет нации выглядит откровенно толстым такими же кстати были его отец и дед но по северокорейским представлениям ким чен ин выглядит очень даже неплохо а небольшая полнота придает ему дополнительные шарм и обаяние такая внешность соответствует традиционным корейским канонам красоты здесь всегда оценили круглые лица и фигуры подернутые жирком помните персонажей древних китайских гравюр или японского театра кабуки там всегда добро и успешность олицетворяют улыбающиеся толстячки а злое начало представлено исключительно под жарами доходягами с кислым выражением лица восточная философия основана на эмпирических умозаключениях многих поколений на спокойном и внимательном созерцании и обобщениях поэтому она подобно миллиону мух не может ошибаться впрочем ничего особого и оригинально восточного в этом нет достаточно посмотреть на картины рубинса и его современников чтобы понять каковы были каноны красоты в европе 17 века кстати известный баснописец иван андреевич крылов помимо бесспорного литературного гения обладал еще одним талантом способностью к безмерному поглощению пищи на званых вечерах он съедал целое блюдо пирогов с рыбой три или четыре полные тарелки наваристой ухи несколько котлет запеченную индейку и кое-что по мелочи из сладостей приехав домой чтобы не ложиться на голодный желудок уминал приличное количество кислой капусты закусывая ее черным хлебом неудивительно что при таком питании иван андреевич набрал значительный вес из-за солидной внешности крылов иной раз попадал в смешные ситуации например однажды прогуливаясь по скверу после обеда он столкнулся с компанией молодых людей которые захотели над ним подшутить один молодой человек из компании показав пальцем на писателя громко сказал смотрите смотрите вон какая туча надвигается замечание развеселило шутников но иван андреевич с присущим ему юмором не растерялся посмотрел на небо и ответил да вероятно дождик будет тучи еще только надвигается а лягушки уже расквакались не стоит удивляться тому что на протяжении тысячелетий умеренная полнота считалась неоспоримым признаком красоты у большинства народов мира жизнерадостные добрячки и сангвиники как правило всегда обладали животиками а вот нытиком меланхоликом занудом флегматиком и психом холериком всем этим ребятам была свойственна худоба над чрезмерно толстыми людьми конечно могли тихонько посмеиваться но небольшая избыточная масса тела только способствовала авторитету и уважению легкий жирок был хорошим показателем статуса ибо он недвусмысленно указывал что его носитель имеет достаточно денег для того чтобы не ограничивать себя в питании так что же такое идеальные пропорции тела в наши дни близкой к идеалу принято называть массу тела установившуюся у здорового человека примерно к 20 25 годам именно тогда заканчивается физическое формирование человека как полноценного организма и если к этому времени не было каких-либо нарушений в питании или серьезных болезней массу тела за тот период можно принять за отправную точку для всех последующих сравнений если вы в те годы еще не страдали полнотой можно считать что тогдашний вес и есть ваша идеальная масса тела которая сегодня к сожалению погребена под лишними килограммами кстати однажды у великого микеланджело спросили как вам удается создавать такие пропорциональные скульптуры он скромно ответил я просто беру мрамор и отсекаю от него все лишнее последние годы среди врачей принято говорить уже не об идеальной а нормальной массе тела которая зависит от пола возраста особенностей телосложения степени тренированности мышц и так далее впервые привести вес человека к общему численному показателю попытался бельгийский математик и социолог адольф кетле он придумал индекс массы тела отношение веса человека в килограммах к квадрату его роста в метрах надо сказать что этот математик видимо маниакально любил стандартизировать и подсчитывать все что его окружало к слову начал он с погодных явлений а закончил статистикой нравственности тем не менее индекс кетли или и мт прочно вошел в медицинскую науку и на него до сих пор во многом опирается классификация ожирения как заболевание если и мт более 25 то вес человека считается избыточным прошу заметить это не патология не болезнь а вариант нормы заболеванием является только ожирение когда индекс кетли превышает 30 такой способ измерения массы тела достаточно примитивен поэтому вскоре на смену ему пришел метод расчета идеальной массы тела по формуле брака которая учитывает не только рост и вес но и тип телосложения что собой представляют основные типы телосложения астенический гиперстенический и нормастенический не вдаваясь в подробности попробую объяснить как можно проще всем нам свойственен тот или иной тип телосложения предопределенный генетически его можно определить на основании конкретных параметров формы и размеров костей скелета формы грудной клетки соотношение продольных и поперечных размеров тела да конечно я понимаю что замерять размеры костей скелета несколько проблематично эти кости ведь надо еще найти под слоем сами знаете чего в таком случае пойдем более простым путем измерим окружность запястья той очаровательной части женской руки где обычно располагаются часы или изящный гранатовый браслет у нормастеников окружность запястья равна 16 18 сантиметрам у астеников меньше 16 у гиперстеников 19 сантиметров и больше астеники это люди модельной внешности у которых продольные пропорции превалируют над поперечными они похожи на тростиночек с длинными ногами узким маленьким туловищем и тазом кстати некоторые высокие и с виду худые люди могут иметь значительные жировые запасы их проблема не бросается в глаза так как высокий рост и удлиненные пропорции зрительно нивелируют факт наличия лишнего веса у гиперстеников все наоборот эдакие крепыши с широкой грудной клеткой и короткими крепкими ногами такие коренастые и низкорослые люди могут годами мучиться от комплексов и безуспешно пытаться похудеть и все из-за того что они лишь кажутся полными на самом же деле у них может вовсе не быть избыточного жира просто такова их природа про них еще говорят кость широкая дамы которым досталось гиперстеническое сложение широкоплечье с хорошо развитой широкой и небольшой по длине грудной клеткой мощными и имеющими значительную толщину костями таза к сожалению представительницы этого типа имеют выраженную предрасположенность к избыточному весу ну а нормастеники по понятным причинам находятся где-то посередине они отличаются пропорциональностью основных размеров тела и правильным их соотношением именно у женщин с таким телосложением часто бывают длинные ноги тонкая талия и удивительно пропорциональная фигура пресловутый голливудский стандарт 90 60 90 теперь вернемся к формуле брака в соответствии с ней вычисляется нормальный вес тела при нормастенической нормальной средней грудной клетке m равняется рост минус 100 при росте до 165 сантиметров m равняется рост минус 105 при росте от 166 до 175 сантиметров m равняется рост минус 110 при росте более 175 сантиметров если у вас узкая грудная клетка астенический тип телосложения следует уменьшить полученную таким образом величину на 10 процентов при широкой грудной клетке гиперстенический тип телосложения увеличьте результат вычислений не более чем на 10 процентов например при росте 175 сантиметров идеальная масса тела для нормастеников будет составлять 70 килограммов 175 минус 105 для астеников 63 килограмма минус 10 процентов а для гиперстеников 77 килограммов плюс 10 процентов вот это и есть тот самый вес к которому вам надо стремиться вкратце об ожирении очень полным людям свыше 100 килограммов для женщин следует приплюсовать к итоговой цифре еще килограммов 5 столько весит растянувшиеся с годами кожа но данная книга написана не для таких случаев так что мы не будем на этом подробно останавливаться хотя некоторые моменты нельзя не затронуть довольно простой и достаточно точный критерий оценки распределения жира отношение окружности талии к окружности бедер в идеале этот показатель у женщин не должен превышать ноль целых восемь десятых а у мужчин одну целую если же говорить еще проще то окружность талии у мужчин должна быть меньше девяносто четырех сантиметров а у женщин не превышать восьмидесяти сантиметров только не надо сразу бросаться на поиски сантиметровой ленты раз вы слушаете эту книгу замеры могут вас и не порадовать возможно кое-кто из вас даже не помнит когда их показатели приближались к этим цифрам но даже если так не торопитесь обрушивать самооценку исписывать себя в утиль или утягивать талию до сорок восьмого размера вы слушайте сперва мои доводы и предложения все конечно плохо но я знаю решение проблемы и вместе мы обязательно изменим ситуацию к лучшему для тех кому это интересно выделяют четыре степени ожирения и две стадии этого заболевания прогрессирующую и стабильную если согласно расчетам ваш сегодняшний вес превышает нормальную массу тела всего на десять процентов то вам несказанно повезло ибо это только начальная или первая степень ожирения если превышение нормальной массы тела составляет от двадцати до пятидесяти процентов то повезло уже вашему врачу диетологу который не останется без работы поскольку это ожирение второй степени ну а если страшно подумать ваш вес превышает норму более чем на пятьдесят процентов то речь идет об ожирении третьей степени в таком случае врач сможет лишь поддерживать ваше существование потому что жизнью это назвать нельзя недавно выделили и четвертую степень но я надеюсь что эта песня точно не про вас кстати организаторы чемпионата мира по футболу пообещали выделить местным толстякам особые бесплатные места на стадионах но с одним условием чтобы получить билетик безвозмездно человек должен был представить справку о том что он действительно толстый для этого по бразильским правилам он должен явиться к врачу чтобы тот засвидетельствовал что индекс массы тела пациента больше 30 затем опять же по бразильским законам человек получает статус инвалида и сразу после этого можно идти за бесплатным билетом а можно просто похудеть и занять на стадионе то место которое вам хочется правда уже за деньги в чем преимущество биоимпедансометрии все рассмотренные выше методики крайне просты но весьма приблизительны гораздо информативнее и объективнее используемые в медицине приборные методы исследования состава тела которые определяют точное количество жировой и мышечной массы они то и дают однозначный ответ на вопрос можно ли и нужно ли вам худеть существует относительно простой и безопасный метод биоимпедансометрия под сложно проговариваемым термином скрывается мгновенный способ оценки как изначального состава тела так и динамики его изменений в процессе похудения принцип работы прибора заключается в следующем сквозь тело исследуемого проходит электрический ток столь слабый что его не в состоянии почувствовать ни один человек при этом различные ткани сопротивляются току с разной силой вот это сопротивление как раз и измеряется затем на его основании анализатор оценивает состав тела сама процедура занимает в 10 раз меньше времени чем процесс раздевания пациента перед ней все просто быстро и эффективно такие приборы сейчас есть во всех клиниках занимающихся коррекцией веса вполне естественно что этот несложный метод охотно взяли на вооружение производители медицинских и бытовых весов и сегодня уже продается колоссальное количество всевозможных дорогих устройств умеющих анализировать состав тела но не спешите тратить деньги домашние весы или модные блестящие приборчики в спортзалах никогда не будут точнее калиброванного медицинского прибора эти игрушки чаще всего измеряют только состав нижней части туловища ведь электрический импульс проходит по наименьшей траектории от ступни к ступне а в ногах как говорят правды нет зато много жидкости и жира количество которых не всегда соответствует общему содержанию этих компонентов в остальных частях тела одна из самых распространенных ошибок при самостоятельных попытках похудеть неверная оценка собственного тела есть еще такая волшебная вещь как гравитация под ее влиянием все тела находящиеся на планете земля стремятся вниз в том числе и жидкость в человеческом организме поэтому параметры тела в положении стоя несколько искажены вода накапливается в ногах иногда даже вызывая отеки измерение состава тела должно проводиться только в положении лежа при этом жидкость равномерно распределяется по телу и не влияет на результат измерения предвижу закономерный вопрос где же найти такой чудо аппарат если диетологических клиник в округе нет и в помине как ни странно найти такой прибор можно в государственных учреждениях так называемых центрах здоровья их довольно много в россии возможно один из них притаился и в вашем городе имея полис медицинского страхования вы можете не только пройти там био импедансометрию но и сдать анализ крови узнать свой уровень холестерина и глюкозы сделать эка г и посетить кабинет лечебной физкультуры сказка конечно скорее всего вы столкнетесь с очередями в душных коридорах но попробовать стоит я сам никогда не бывал в подобных учреждениях и не знаю насколько грамотные специалисты там работают но некоторые мои пациенты успешно а главное бесплатно проходили там измерение состава тела да еще и по нескольку раз теперь поговорим о результатах направляя пациента на любое аппаратное исследование или анализы я четко представляю зачем я это делаю и на какие вопросы рассчитываю получить ответ точно так же обстоит дело с измерением состава тела с помощью этого метода врач узнает к какому конституционному типу принадлежит пациент сколько у него жира мышечной массы жидкости а зная абсолютное количество жиров в организме можно грамотно разработать тактику избавления от их излишков случае когда измерение состава тела ничего лишнего не выявила а похудеть все равно очень-очень хочется стоит хорошенько подумать и обратиться к диетологу или к психиатру с легким оттенком анорексии иногда под влиянием обид зависти или несправедливой критики нам кажется что в нашей внешности немало изъянов ну не нравимся мы себе а поскольку заложенные в нас природой рост черты лица длину ног мы изменить не в состоянии то основной удар принимает на себя подкожный слой жира и тут начинается бесконечная борьба диеты тренировки косметологи массажи лишь бы избавиться от этих противных округлостей выпуклости и складочек часто молодые девушки на приеме жалуются на низкую скорость похудения но после подробного опроса и измерения оказывается что худеть то там в сущности и некуда не так просто заставить организм отдать то чего у него и без того немного осталось тем не менее особо упертым барышням это все таки удается и вот тогда начинаются настоящие проблемы и вот и и и и и Продолжение следует...